Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Я, как обычно, делаю салаты, обычно новогодние, как мы все делаем. Уже они у меня в отварном виде лежат, ждут, пока я нарезу. А из мясного, что у меня будет из мясного, сейчас я вам скажу. Во-первых, это рыбка-тунец. Это у меня супруг заказал, сын не особо, он равнодушен к рыбе. Я буду по моллюскам. А вот он тунец заказал. Большой, красивый, вот такой вот шикарный тунец. Я его нафаршировала, поэтому вы видите здесь вот эти вот зубочистки, которые закрывают пузико. Нафаршировала лимон, даже мандаринку положила, несколько долек. И, потому что аромат такой специфический дает и сладость. И, конечно же, лучок. Рыбка любит лучок. Ну, у меня свой собственный маринад. Дальше. Дальше у меня курочка. Курочку также нафаршировала. Ну, здесь у меня уже тыква. Здесь у меня яблоки. Яблоки с тыквой. И я вокруг тыкву вот так вот выложила для того, чтобы сделать, придать форму. И также там у меня, если вы видите, вот уже нафаршированная. Я поднимать не хочу. Видите, в соусе. Вон она пропитывается соусом вкусным. И вот здесь у меня также вот эти зубочисточки, которые закрывают. И вот она вся снизу пропитывается и сверху пропитывается. И это будет продолжаться всю ночь. Ну, а тыквочка ее вот так вот придавливает. И тыква, которая в ней тоже даст сок, это будет очень, очень вкусно. Я люблю такую курочку. Дальше. Ну, а дальше рапаны, рапаны, рапаны. Кстати, за рапаны, сейчас я вам расскажу, и за тунец я вам расскажу, вот почему никакого жареного, ничего такого, близко я не буду использовать. Во-первых, мне нужно, чтобы после новогоднего стола мои мальчишки были здоровы. А не жареные вот эти отбивные котлеты. Фу, это такое. Или жареная рыба. Это просто убийство. Убийство печени, убийство почек, убийство всего, что только можно, всей иммунной системы. У меня такого нет и быть не может. Вы знаете, тунец, вот он чрезвычайно ценится на мировом рынке. Его мясо бесподобное. И мне подтвердят все девчонки, которые живут за рубежом, что тунец там на первом месте. Во-первых, в мясе тунца содержится значительное количество белка, почти 23%. Среди всех рыб это наиболее высокое содержание белка. Вообще он относится к скумбриевым. Даже если вы купите скумбрию, то вот приблизительно так же. Но у него еще более, более усилены все свойства. В нем содержатся полезные микро- и макроэлементы. Это магний, натрий, кальций, хром, калий, сера, хлор, фосфор, железо, йод, марганец, фтор, цинк. Представляете, медь, молибден, никель, кобальт. В общем, он богат витаминами группы В. И в нем содержатся витамины А, Е, красоты, витамины И, П. Кроме того, в нем содержатся все необходимые для организма человека аминокислоты. Во-первых, там содержатся жирные кислоты омега-3, которые просто необходимы для предотвращения риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, там комплекс, комплекс омега-3, в состав которого входят линолевые и другие жирные, жирные кислоты. И вот они именно... Есть такая докосаэксеноевая жирная кислота, очень полезная. Вот это оказывает благоприятное воздействие на функцию мозга и глаз. И снижает риск развития, конечно же, раковых опухолей. Оказывает очень хорошее противовоспалительное действие и уменьшает болевые ощущения при артритах. В общем-то, вы знаете, что в целях профилактики многих заболеваний достаточно ежемесячно употреблять хотя бы 5,5 граммов жиров омега-3. То есть одну баночку консервированного мяса тунца. Оно славится своими высокими антиоксидантными свойствами. Ну а если у вас натуральный тунец, вот такой вот, я имею в виду, свежий, как у меня, пусть даже замороженный, ничего страшного, вот, то это вообще замечательно. Посмотрите, какой красавчик. Красавчик. И, конечно же, я знаю, что мой муж, мой сын будет употреблять. И я с такой радостью буду за этим наблюдать, потому что они будут оздоравливаться. Теперь курочка. Курочка запеченная. Опять-таки, вообще прекрасно. Дальше. Ну а дальше, дальше у меня будет салат. Что в этот салат я положу? Я положу вот этих хищников, вот эти моллюски, рапаны. Кстати, хотелось бы тоже пару слов сказать про рапанчиков. Вы знаете, что официальный промысел вот этого моллюска разрешен только с 1998 года, когда возник спрос на мясо вот этого морского обитателя. И посмотрели, что люди стали выезжать за рубеж. Ведь мы сидели до 90-х годов. Мы сидели, ничего не видели, как в тюрьме. Это был советский лагерь. Лагерь как заключенный. Мы не могли никуда выезжать, ни в какую Японию. Какая Япония? А тут в Японии в таких количествах употребляют эти рапанчики. И в Китае тоже, кстати. И вот рапаны. Они настолько там популярны. Кстати, у меня есть рецепт именно от одной китайской женщины. Я вам обязательно его популярно покажу. А пока я просто скажу, что как я делаю. Я вымываю. И они у меня чистенькие-чистенькие. Вот эти вот хищники белковые. Это белковый деликатес. Это белковый деликатес, дорогие мои. Не пренебрегайте. Из них очень много готовят кулинарных блюд. В том числе салаты. Их тушат с овощами, их маринуют со специями. Но самое вкуснятиное считается просто мясо рапанов. Просто отваренное в подсоленной воде. И добавьте туда лемонграсс. Это травка лимонная. Добавьте туда лавровый листик. Добавьте туда пару гвоздичек. А можете и не добавлять. И свои приправки. Например, я курпапим всегда бросаю. И соль. Соль. Щепотку соли. И отварите. Только в горячую воду закидывайте. Буквально 5 минут. И все. И все. И рапанчик готов. Потом у меня есть специальная такая штучка. И я цепляю. Туда засовываю. И жик. Вытаскиваю. Легко и просто. Вы можете использовать вилочку с двумя зубчиками. И точно так же подцеплять. И они в горячем виде чудно вытаскиваются. Дальше. Что мы делаем дальше? Дальше мы макаем в какой-нибудь соус. Например, тартар. Или вы сами делаете домашний майонез. Либо просто в лимончик. А может быть лимон, соевый соус и мед. И немножко сольки. А может быть индонезийский соус. Если вы хотите остренько. И это поразительно. Кстати, рапанчики. Они питаются мидиями. У меня будут и мидии, и рапаны. Кто рыбак? Рыбачка Соня? Нет. Рыбачка Кэтрин Докс. Дорогие мои. Я очень люблю рыбачить. И у меня рыбки много. И у меня рапанчиков много. И мидий много. Всегда в морозилке. Ну, потому что Бог дал. Рядом с морем все можно. Он, смотрите, вылазит. Это вот сегодня. Сегодня он. Раз. Оп. И залазит назад. Вот такой вот. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот сегодня пойманный. Сейчас я его. Вот. Смотрите. Сейчас я его. Оп. Вот так постучу. Эй. Эй. Ты выйдешь? Или зайдешь? Сейчас. Секундочку. Посмотрим, где у нас еще. Так. Сидят. Вон, закрываются. Видите? Все. Закрываются. А то было. Вылез. Вот. Этот вылез. Тот. Вон, закрывается. Ему постучали. И он свою шторку. Вот. Все. Он закрывает. Извините. Дома никого нет. Вот такие. О. Вот этот вот. Пытался выйти. Ага. А тут я. Тут как тут. Вот. У меня есть, которые лежали в морозилке. Например, вот эти. Вот эти лежали в морозилке. Вот. А есть, которые я сегодня. Только буквально вот. Знаете? Вот это вот сегодня я поймала. Как поймала? Насобирала. После шторма всегда много. Так что без проблем. Ой, перепад какой-то электричный. Вот. И я вам еще покажу, как готовить просто, чтобы вы это видели. А вообще все очень просто. Очень просто. Кстати, состав белков рапанов, он представлен ценнейшими для организма человека аминокислотами. Глицином, аланином, пролином, фенилаланином, лизином и другими. Вот эти аминокислоты, они отвечают за формирование в организме необходимых белков, входящих в состав наших органов, тканей мышц, сухожилий. И, кроме того, аминокислоты необходимы для работы головного мозга, для полноценного усвоения минералов и витаминов организмом. И еще для снабжения энергии мышечной ткани, еще мясо рапанов, в нем найдено большое количество витамина А. Ну а витамин А, вы знаете, это зрение, витамин А это здоровье кожных покровов, это кальций, который является основной костной ткани человека. И необходимым как детям, так и взрослым, особенно перешагнувшим 50-летний рубеж, да, профилактика остеопороза, как я и говорю, 21+. Почему японцы не пренебрегают морепродуктами? Они их употребляют все время, поэтому они долгожители. Я люблю учиться, я люблю брать положительные примеры. Вот, нам нужно поддерживать зрение и здоровье кожных покровов. Для этого витамин А, а здесь еще и кальций, который является основой костной ткани человека. Вот, так что фосфор есть. А фосфор, вы знаете, обеспечивает работу почек, здоровый рост клеток. В общем, это супер. А это я выключаю свет. Так, и, друзья мои, в общем, здесь еще есть магний, необходимый для поддержания здоровья репродуктивной системы. То есть наших органов, скажем так, которые ниже пупка и у мужчины, и у женщины, кстати. Вот, и натрий есть. Это обязательный элемент межклеточной жидкости, благодаря которому обеспечивается передача нервных импульсов. Вы не будете нервничать, если вы будете кушать регулярно моллюски, тунца, морскую капусточку и другие-другие богатые микро- и макроэлементами, и йодом, всякие продукты питания. Вот, это я хотела вам сказать. И интересно, что готовите интересного вы. Как же я буду делать? Я просто отварю в соленой воде со своими приправками, да, 5 минут, как я и сказала. Потом вытащу их. И также мидии тоже. Очищу. Там нужно, здесь есть черненькая маленькая печеночка, я потом вам покажу из другого видео, как вытаскивать. Вытаскивать, очистить от черного нужно, и вот это нужно убрать, вот эту штучку. Очень легко это делается. А дальше, точно так же мидии почищу и помою. А дальше я смешаю с отварной красной чечевицей, но только я чечевицу не буду разваривать, а сделаю как орешки, слегка недоваренные. Потом я перемешаю и добавлю тоненько-тоненько порезанный лук порей. Также полью лаймом, лимон лайм. И обязательно соевый соус. У меня это немножечко медика, вот это лайм, соевый соус и медик. Вот это все размешаю и залью, сделаю такую салатную заливку. И все, и мы будем кушать. И все. Это будет очень вкусный салат. Естественно, у меня будет оливье для мальчишек, вот эти вот все неполезные салаты. И сельдь под шубой, и там уже селедочка ждет, кстати. И у меня будет белочка, и обязательно цезарь. Вот. Ну вот и все. А больше ничего и не надо. Испеку. Испеку. Вкусненькое что-то. И все. Вот и все. Да, кто... Я знаю, что некоторые сейчас верующие вошли в серьезный пост, потому что у них предрождественский пост. Один из самых серьезных. Я желаю вам выстоять и в Новый год ни в коем случае не расслабляться. Выстоите ради Господа Бога, потому что у кого 25-го, у нас 25-го Рождество было. Поэтому мы до этого времени отдавали себя в пост, выстояли, и замечательно, теперь можем праздновать Новый год. Не забывайте, что Новый год у нас от Рождества Христова. А не сначала Новый год празднуете, кушаете, обжираетесь, а потом Рождество и рассказываете, что вы верующий. Нет. Верующий должен войти в пост. И сейчас самые такие серьезные дни. Нельзя Новый год праздновать в самый разгар поста. Ну, это так. Это кто, допустим, действительно хочет показать жертву пред Богом. Это два таких основных поста. Это перед Воскрешением и перед Рождеством. Это такие вот моменты, когда мы действительно можем показать свое смирение. Вот перед Рождеством мы прошли это. Ну, а теперь, в общем, это очень хорошая вещь, кстати, когда вы показываете свое смирение. Ну, а для тех, кто уже с Рождеством друг дружку поздравил, у нас уже было Рождество, мы уже как бы прошли. И, кстати, вы тоже сильно не зацикливаетесь, потому что точные даты Рождества Христа никем не установлены. Все. Я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Помните, что Господь любит вас. Пока-пока. Будем готовиться. Продолжение следует...